Дня Земли 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 могут получить реальный опыт проектной работы и принять участие в создании стартапов. Сейчас Булат вместе со своей командой организовывают различные мероприятия, чтобы помочь студентам вникнуть в конкурс «Студенческий стартап» и получить максимальный результат. Мы сегодня проводим мероприятие профильное на Химическом институте КФУ. Здесь помимо студентов профильных пришли еще экономисты, пришли студенты инноватики с физфака. И такая точка сборки получается кросс-институтских проектных команд. Которые могут немножко притереться, поштурмить по идеям, провести исследования клиентов. Для кого это? Для предприятий. Казанер Ксинтес, к примеру, Казанский завод синтетического каучука. Или это для физических лиц, для масс-маркета делается. Они штурмят, они продумывают заявку и, соответственно, уже могут податься. Конкурс проводится с фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта платформа университетского технологического предпринимательства. Он позволяет поддержать бизнес-идеи молодежи, помочь им вывести инновационные продукты на рынок и занять освободившиеся ниши. В 2022 году поддержку получили тысячи студентов. На первый этап конкурса в прошлом году поступило более 2000 заявок. Из них экспертное жюри отобрало 650 победителей. Большинство этих стартапов были направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности. Некоторые студенты видят в этом точку роста. Возможно, кто-то из них уже соприкоснулся с рынком труда и понимает, что какие бы красивые темы они ни изучали, действительность рыночной экономики, она такова, что многих из них ожидает какая-то сервисная работа на первых порах, где-то нужно набрать опыт. И поэтому создать рабочее место для себя в стенах университета, какую-то стартап-тему завести, мне кажется, для многих является приоритетным и интересным треком. В Казанском федеральном университете обладателями гранта стали 41 студент и аспирант. Они получили по 1 миллиону рублей и уже реализовали свои проекты. В том числе и магистрант второго года обучения Института дизайна и пространственных искусств Аяс Садыков. Студенческий стартап, он рассчитан на то, чтобы именно создать стартап, создать какой-то бизнес, то есть именно начать бизнес. создать. Поэтому действительно средства пойдут на то, чтобы я создал юрлицо, начал вести деятельность. А в дальнейшем как раз-таки программы этого фонда, они рассчитаны на то, чтобы я, придя к ним и показав хоть какой-то результат, я мог бы запросить дополнительные средства, чтобы продолжать развивать продукты. То есть вот в таком ритме мы будем работать. Во время работы архитектором студент изучил новые способы визуализации сооружений. Так Аяс заинтересовался технологиями дополненной реальности. Он переосмыслил существующие игровые механики и разработал совершенно новый продукт – приложение с экскурсионными маршрутами по историческим местам Татарстана. По словам научного руководителя Аяза, благодаря приложению можно погрузиться в прошлое. Например, увидеть утраченные исторически значимые объекты на тех местах, где они находились. Каждый человек сможет будет узнать, как выглядели объекты на какой-то конкретный период, имея только у себя на телефоне некое приложение. То есть с помощью этого приложения можно будет навестись на объект, и можно будет увидеть, как он выглядел, например, в XIX веке. Начинать мы хотим с нашего корпуса на Левобулачин 34, где располагается Институт дизайна и пространственных искусств. У этого объекта очень богатая история. Чизкейк – так назвал свой проект студент 4-го курса Института физики Даниил Иванов. На первом курсе он понял, что хочет связать жизнь с предпринимательством. Вместе с другом студент долгое время изучал рынок и нашел свободную нишу. Это онлайн-школа по изучению китайского языка. Однако на развитие проекта требовался большой вклад. Чтобы получить финансирование, молодой предприниматель заполнил заявку на участие в конкурсе «Студенческий стартап». Сейчас на самом деле мы только за счет личных средств существуем. Это тяжело в плане того, что мы не можем потратить много денег на рост и на штабирование. Дополнительная финансия – это всегда хороший буст к росту. Самым сложным этапом конкурса Даниилу показалось заполнение заявки. По словам студента, одна неверная буква и ее даже не рассмотрят. Так и произошло у молодых предпринимателей. Они неправильно подписали справки и лишились возможности участия в конкурсе. Однако в уникальности своего проекта студенты не сомневаются по сей день. Поэтому будут подаваться и в этом году. Решили, что хотим попробовать тоже сделать онлайн-школу, языковую онлайн-школу. Посмотрели рынок языков, поняли, что английский пока для нас, наверное, будет тяжело, а китайский тогда уже был перспективным языком. И на нем не было таких, наверное, серьезных игроков, которые делали хорошие продукты. Поэтому мы решили пойти именно в этом направлении. Заявку на участие в студенческом стартапе подала и Алиса Пепеляева. Вместе с подругой она начала разрабатывать платформу для родителей детей с расстройством аутистического спектра. Ведь многие из них не знают, какую методику воспитания применять для развития ребенка с особенностями. На платформе студенток будут проводиться индивидуальные занятия по конкретным запросам родителей. Помимо этого в свой проект Алиса хочет включить и работу с дипломированными психологами. У нас есть эксперт с педагогическим образованием, с квалификацией в этой области. И он будет уже анализировать вот эти проблемы и давать какие-то направления для развития вот этих вот решений. На нашей платформе с родителями будет взаимодействовать он в онлайн-режиме. Квалифицированный человек, он будет отслеживать, насколько продвигаются результаты взаимодействия со своими детьми, как решаются проблемы. И также будет параллельно оказываться психологическая помощь для родителей. Сейчас студентки уже разработали платформу. Чтобы расширить команду и начать полноценную работу, им осталось подлучить финансирование. По словам Алисы, студенческий стартап – это бесплатная возможность направить свои силы и знания на реальное дело. Оно принесет не только прибыль, но и пользу обществу. Поэтому студентки надеются на свою победу в конкурсе. В рамках информирования нашего института как раз был пост, что вот у нас появляется такой конкурс. Я заинтересовалась, у меня тогда был другой проект. Я подумала, почему бы его не внедрить. Горела этим желанием, скажем так, создала команду. Вот и мы начали активную разработку. В этом году количество победителей конкурса вырастет до полутора тысячи. Заявки будут приниматься от студентов и аспирантов, чьи проекты разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований. Также они должны иметь потенциал коммерциализации. Отбор заявок студентов включит в себя несколько этапов, в том числе защиту в онлайн-формате. Экспертное жюри будет оценивать технологичность, рыночные перспективы и конкурентоспособность проектов. В Казанском федеральном университете за консультацией по участию в конкурсе можно обратиться в Управление инновационного развития. Аделина Абдрахманова, Эльвира Замалединова, Ленаргий Затулин, КФУ. Итоги недели. 24 марта пройдет очередная серия научно-популярного проекта про науков КФУ. Ее тема – «Зачетная ночь». Концепция посвящена университетской тематике. С лекциями выступят приглашенные гости – ученые, магистр игры «Что, где, когда», эксперты. Также в рамках «Зачетной ночи» слушателям расскажут о передовых исследованиях и интересных лайфхаках. В фойе развернут работу интерактивы – от химических лабораторий до дронов и роботов. Почему участникам раздадут зачетки, какие подарки разыграют среди пришедших и кто – главные гости про науки. Мы поговорим с руководителем отдела имиджевых мероприятий Департамента по информационной политике Дианой Альмухаметовой. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте. Совсем скоро уже пройдет и состоится 16-я серия научно-популярного проекта «Про науку» в КФУ. На этот раз она называется «Зачетная ночь». Расскажите, что ждет гостей? В этот раз мы подготовили что-то особенное. Каждый раз говорим, что особенное. В этот раз вы, гости, перейдя порог второго учебного корпуса на Кремлевской 35, становитесь студентами. Что это подразумевается? Мы даем вам главный атрибут студенческой жизни – это зачетная книжка. Но мы не просто вам даем как сувенир. Вы должны будете получить статус «Золотая сессия». На самом деле будет все написано в зачетной книжке, то есть у вас не возникнет каких-либо вопросов. Первый пункт – это посетить одну лекцию. Выбираете в программе, стоите, смотрите, какая лекция вам интересна. Идете на эту лекцию, получаете подпись от волонтера. Зачет. Да, то есть зачет. Затем еще остаются два зачета. Мы идем на интерактивы, которые нам нравятся. У нас будет очень много интерактивов, 25 точек. То есть опять ходим, первый этаж, второй этаж, смотрим, подходим к интерактиву, спрашиваем. Я хочу получить зачет. Вот у меня зачетная книжка. Подскажите, как? Здесь интересно то, что каждый интерактив по-своему будет раздавать зачеты. Кто-то, например, будет задавать вопрос, какой-нибудь тест предлагает решить, а кто-то просто будет ставить за то, что вы пришли, за то, что вы такие молодцы. Получаем два зачета на интерактивах. И все, у нас есть статус «Золотая сессия». Вы молодец, вы настоящий студент. Затем мы идем участвовать в нашем розыгрыше от наших партнеров, которых в этот раз около 12. Отпускаем зачетку в «Лототрон» и ждем розыгрыша. Это будет в течение вечера. Ну, то есть вам объявит наш ведущий. Вы точно не пропустите. Интересно, конечно, было бы так в жизни еще, чтобы получить всего лишь два зачета и уже золотая сессия. Понятно. А будут ли на этот раз специальные приглашенные спикеры, может быть, и интерактивы примерно какого содержания ожидаются? Ну, давайте начнем с хедлайнеров наших. Это известнейший человек Алексей Блинов, магистр игры «Что, где, когда», двукратный обладатель «Хрустальные совы». Он к нам приедет с интереснейшим мастер-классом, который называется «Как ответить на любой вопрос». Он в этом действительно эксперт, поэтому он даст нам практически такие знания. Лекция будет у нас в 108-й аудитории, если я не ошибаюсь. И также мы пригласили Кирилла Масленникова. Это ведущий блога «Астродед». Он также ведущий YouTube-канала «Кверти», достаточно известный канал про астрономию. Кирилл Масленников, он посвятил всю свою жизнь изучению космоса. Поэтому, мне кажется, нам будет очень интересно его послушать. Интересно послушать его лекцию. Например, он будет говорить о новостях астрономии. Мы будем тоже обсуждать с ним. Знаете, у нас такие лекции, не просто лектор вот стоит и рассказывает. В этот раз мы на интерактивность идем. То есть вопросы, ответы, и вся лекция будет так длиться. Поэтому всех очень ждем. Насчет интерактивов самих. Опять же, широкий такой спектр. У нас наук будет, химики наши любимые проведут опыты, космические головоломки у нас будут, дроны. Будем учиться запускать их. Будем учиться программировать роботов. Также у нас будет «Киберточка». Это киберспортивный турнир, так можно сказать. Это пригласили наших ребят. Киберспортивный клуб КФУ. Так что будет интересно, довольно. Мы сами прям ожидаем с нетерпением этого события. Очень много новых точек будет. Вот это очень здорово. А как попасть, как прийти? Ну, понятно, что студенческие сложно, наверное, получить на один день, да? Что заменит студенческий билет? Как попасть на мероприятие? Традиционно мы просим регистрироваться на нашем сайте. На это.кпфу.ру Бесплатное участие, как всегда. Вход свободный, но все-таки просим регистрироваться, чтобы мы посчитали количество людей, которые к нам приходят. Также на сайте можно узнать подробную программу мероприятия, всех спикеров посмотреть, все интерактивы узнать, какие будут. Ну, то есть заранее себе в голове создать такую программку, что я пойду на то, на то, потому что много всего. Мы придем, и у нас действительно с разных сторон будет много интерактивов, и можно потеряться. И чтобы ничего не упустить, потому что мероприятие будет длиться с 5 до 9, вы можете ознакомиться с программой на сайте. Так будет удобнее для вас. С 17.00 до 21.00. 24.00 марта. Да, все верно. Ну, и завершение. Вот уже в 16-й раз про наука состоится в Казанске Федеральном Университете. Понятно, что пандемийные годы она проходила в онлайн формате. Для чего проводятся такие мероприятия? Для кого? Интересный вопрос, скажу так. Если коротко, это популяризация, конечно, науки нашей российской. Если обширно говорить, то, как вы и заметили, мы 16-й раз проводим это мероприятие, и уже понимаем, что мы приглашаем не только детей, да? Мы приглашаем родителей. У нас возрастная категория 6+. Мы делаем мероприятие для того, чтобы каждый человек мог познакомиться или освежить знания науки, да? В такой простой форме, интерактивной, легкой. То есть у нас будут и лекции, которые посвящены актуальным темам. Интерактивы, которые будут, ну, наверное, интересны все-таки детям, да? Про роботов, как их программировать. И дети смогут в дальнейшем понять, что им интересно по жизни. И, например, поступить в определенный институт, КФУ или не КФУ, например. То есть познать... Лучше КФУ. Лучше КФУ, да-да. Познать себя через науку, определить, кем ты хочешь стать в будущем, и насладиться вообще этой ночью, потому что редко такие мероприятия бесплатно проходят, где столько всего интересного можно увидеть. Спасибо, большое удачи. Ну и мы, конечно, обязательно придем и участвуем в «Ночи науки». Спасибо. Коллектив ботаников, физиологов и биохимиков растений Казанского университета создали атлас лекарственных растений Татарстана. Над масштабным проектом трудились женщины-ученые, кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии. В сборник вошли более 350 видов растений. Атлас состоит из пяти глав. Помимо наименований, в книгу вошли сведения об особенностях ландшафта республики, рекомендации по сбору и хранению лекарственных растений. Есть описания и тех, что входят в красную книгу. Но на этом исследователи свою работу не останавливают. Они планируют создать электронный ресурс, где будут даны сведения о лекарственных растениях из соседних регионов. К проекту планируется привлечь коллег из Башкирии и Мориал. А следом биологи хотят создать еще один атлас. Какой? Узнаете далее. Вот, значит, вот цветение, да? Вот встречаемость. Где встречаемость? Маленькое солнышко или королевы лугов и полей. Так называют прародительницу хризантемы – ромашку. Испокон веков ромашка является символом русской природы. У древнего славянского народа она считалась одним из священных растений. Ромашка хороша для полоскания горла при простуде, для примочек и ванно-пораженные участки тела. Этот цветок очень полезен и для пищеварения. Об этих свойствах ромашки Ольга Тимофеева написала в своем атласе лекарственных растений Татарстана. Я вот очень люблю ромашку. Нравится она мне просто как цветок. А во-вторых, она, конечно, обладает очень многими полезными свойствами. Ромашка аптечная, она, конечно, входит в официальную фармакопею. Вы не представляете, какое счастье собрать, например, охапку, букет, состоящий из ромашек и васильков. То есть поставить в красивую широкую глиняную вазу и насколько это смотрится очень красиво. Создание атласа – это совместная работа ботаников, физиологов и биохимиков растений под руководством заведующей кафедрой Ольги Тимофеевой. Сама книга состоит из пяти глав. В первой части приведены сведения о разнообразии растительности на территории нашего края. Во второй главе собраны и проанализированы общие рекомендации сбора, заготовки и хранения разных органов растений. Есть растения лекарственные, фармацевтические, то есть включенный фармакопейный список официальный. И именно больше всего работ, конечно, вот по этим официальным лекарственным растениям. В третьей главе атласа обобщена информация о фитохимическом составе лекарственных растений республики. От них как раз и зависят их целебные свойства. Четвертая глава посвящена морфолого-биологическим признакам и фармакологическим свойствам лекарственных растений. В пятой описаны те из них, которые входят в Красную книгу. Но есть еще так называемые растения народной медицины, которые в список не входят, но тем не менее издревле используются человеком и весьма и весьма эффективно. Ну и, наконец, есть вот такая пограничная группа растений, которые официально еще в список не включены в этот медицинский фармакопейный список. Но они обладают достаточно высокой ценностью и, может быть, когда-нибудь ждут своего часа, чтобы быть включенными в этот список. В некоторых странах, в других странах, не в России, они уже входят в такой фармакопейный список. Так вот изначально наша работа была именно с такими не фармакопейными растениями, а с растениями такой народной медицины. Так начиналась эта работа. Помимо описания, в атласе для каждого вида приведена жизненная форма, морфологическая характеристика и сроки цветения. Также указано, входит ли вид в государственную фармакопею России или используется только в народной медицине. Описание содержит и сведения об оптимальных сроках сбора растений, их предназначении и форме использования в терапевтических целях. Каждый вид проиллюстрирован одной или несколькими фотографиями и картой распространения в регионе. Вот яркая окраска. Здесь, значит, вот видите, редко. То есть, ну тоже по всей республике Татарстан. В Татарстане цветут редкие виды декоративных и лекарственных растений. Они представлены малочисленными популяциями и охраняются на региональном и федеральном уровнях. Так, тимьян клоповый распространен только на крайнем юго-востоке республики, а солодка голая – только на северо-востоке региона. Их и еще 34 вида растений ученые КФУ внесли в новый атлас растений. По словам Ольги Тимофеевой, это поможет защитить их от человеческих рук. Ведь в книге указана их уникальность и отличие от схожих растений. И пятая часть, в нее мы включили лекарственные растения, находящиеся в Красной книге. То есть, под охраной, как на региональном уровне, а три растения даже находятся еще и в федеральном списке. Сейчас сборник можно найти в библиотеках Татарстана и Москвы. Также планируется создание электронного ресурса. На нем будет размещен этот же атлас лекарственных растений Татарстана. В отличие от напечатанной книги, в электронном варианте можно будет вносить изменения по тем или иным растениям. Помимо этого, ученые КФУ хотят создать еще один атлас, но уже по ядовитым растениям. Маргарита Михайлова, Эльвира Замалединова, Ленар Гизатулин. КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Новый студенческий отряд появился в Казанском университете. Клевер, именно так его назвали, стал первым отрядом в ОЗИ, закрепленным за отдельным институтом управления экономики и финансов. Это уже 14-й по счету студотряд в КФУ. Студенты в составе отряда смогут выехать летом на работу в детские лагеря Татарстана. Средняя зарплата вожатых составит 25 тысяч рублей. Сейчас идет набор в отряд. А после для кандидатов в бойцы начнется школа вожатского мастерства. Для первого выезда планируют набрать 15-20 студентов. Отобранные участники приступят к работе во второй половине лета в ходе третьей и четвертой смен в детском лагере. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в дайджесте. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение об подготовке и проведении празднования 220-летия Казанского федерального университета. Она будет отмечаться в 2024 году. Согласно документу будет образован Организационный комитет и утвержден его состав. Оргкомитет возглавит зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. Также в состав войдут министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзолин, Раис Республики Татарстан Рустам Мениханов, генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемозов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Организационный комитет должен разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 220-летия университета. В КФУ начало действие программы повышения квалификации для недавно назначенных глав районов Татарстана. Старт ей дали руководитель администрации Раиса Республики Асгад Сафаров и первый его заместитель, начальник управления Раиса Республики по работе с территориями Ильнур Гарипов. Первая лекция была посвящена роли главы муниципального района в системе публичной власти в Республике Татарстан. В КФУ стартовала студенческая весна. Первыми свои концертные программы представили Институт дизайна и пространственных искусств, а также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. Завершится марафон 23 марта в филиалах КФУ в Елабоге и Набережных Челнах. В этом году Оргкомитетом созданы две специальные номинации «Наставник» и «Наследие». Ох, студенческая весна – это просто невероятного масштаба фестиваль. Наверное, тот самый фестиваль, который ждет каждый студент. Очень радует, что у каждого института какое-то свое настроение, свои студенты, какие-то свои фишки. КФУ в топ-3 медиарейтинга Миноборнауки России. По итогам февраля медиа-службы университета заняли третью строчку среди более чем 200 вузов страны. В основе рейтинга – продуктивность деятельности высших учебных заведений по трем основным направлениям – работа со СМИ, социальными сетями и официальным сайтом. 39 студентов КФУ стали стипендиатами правительства России. Им назначены специальные выплаты в размере 5000 рублей в месяц с 1 февраля по 31 августа. Лидером по количеству победителей конкурса на назначение стипендии стал набережный Челнинский институт КФУ – 22 человека. Представитель КФУ – победитель чемпионата России по самбо. Одержав победы во всех схватках, студент нашего университета стал чемпионом страны весовой категории до 72 килограммов. И тем удивительнее эта история, что победителем стала прекрасная Ксения Задворного. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Поздравляем вас с этим высоким титулом. Как давать победу? Спасибо. Победа на чемпионате России – это, конечно, непросто. И это очень хороший, высокий результат. Расскажите немного о самом турнире. В составе какой команды вы были и кто был в соперниках? Я представляла нашу республику на этих соревнованиях и также Приворский федеральный округ. На соревнованиях было около 700 представителей с разных регионов. В моем весе выступал 21 человек. И я провела 4 встречи, дойдя до финала. Вот девушки в спорте у нас больше ассоциируются с такими видами спорта, как гимнастика, фигурное катание, легкая атлетика, а тут самбо. Почему выбор пал именно на этот вид? В единоборство меня привели родители. Я начинала тренироваться у папы еще в своем родном городе. Мама у меня тоже занималась всегда единоборствами. И вот постепенно начала включаться в этот вид. Сначала мне не нравилось. Я бунтовала, не хотела ходить на тренировки. Ну, получается, вашим главным наставником в этом спорте стал ваш отец? Или был еще тренер какой-то? Ну, можно и так сказать. На самом деле у меня было несколько тренеров, когда я уезжала из дома, меняла место жительства, потому что Казань – это не первый мой переезд. И тренеров у меня было много. Но отец по сей день как бы остается рядом. Мы всегда созваниваемся. Если есть какие-то трудности, он мне всегда подсказывает какие-то вещи, помогает. Самбо – это все-таки контактный вид спорта, а девушкам надо всегда поддерживать красоту. Как вы совмещаете одно с другим во время боев? Не боитесь травм? Травм. Травм всегда есть. От этого не спастись. Я вот на самом деле с этих соревнований приехала с таким фингалом посреди лба. Просто он желтый у меня был. Еще потом неделю, когда синяк проходит. На самом деле этого не стоит бояться. Я считаю, что вообще единоборство для девушек очень полезно, потому что, во-первых, ты научишься обороняться от злых людей в переулках, грубо говоря. Сможешь продемонстрировать какие-то свои навыки, ловкость, умение, силу. Потом в единоборствах очень хорошо тренируется полностью все тело. Это всегда идет и нагрузка на ноги, на руки, на спину. То есть подтягивается и держится в тонусе все тело. Поэтому девушек я призываю к этому виду спорта особенно. А есть, кстати, какие-то нюансы, отличия самбо среди мужчин и женщин? Ну, так сказать не могу, потому что нет. Но на самом деле есть просто еще боевое самбо. И по боевому самбо в основном мужчина выступает. Но по женщинам, кстати, тоже начинают уже водить турниры по боевому самбо. А так, в принципе, в правилах все для всех одинаково. То есть никакого сексизма. А в самбо вы пришли из дзюдо, насколько я знаю. Во время турниров не путаетесь автоматически, не применяете какие-то приемы из другого вида единоборств? Ну, кстати, бывают такие моменты. Вот я последний раз, когда выступала на соревнованиях, мне все время хотелось, там, рука так и шла задушить соперницу к шее. А там это правилами запрещено, и будет сразу дисквалификация, и себя так тормозило. Но да, периодически, конечно, хочется. Задушить кого-нибудь. Задушить кого-нибудь. Давайте поговорим о ваших вовлечениях. Что вам нравится, какой вид отдыха предпочитаете? Кроме самбо. Ну, это не отдых чуть-чуть. Приходится попотеть. Я люблю книги. Раньше я, конечно, больше читала, сейчас немного разленилась, наверное. Люблю сериалы. Наверное, все такое банальное. Сходить погулять, увидеться с друзьями, посмотреть что-то новое. Я на самом деле, как будто в свои юношеские годы, вот, школьные, упустила немного весь вот этот интертеймент, который производился, все, что шло по телевизору, я как-то пропустила мимо, потому что там школа была, и тренировок много, отъездов. И я как-то вообще не увлекалась ни кино, ни фильмами. И вот сейчас я стараюсь восполнить это немного. А студенткой какого института вы являетесь, и почему в свое время выбрали именно КФУ? Да, я учусь в ИМО, мой факультет называется регионоведения России. КФУ я выбрала, потому что это очень престижный университет в нашем регионе, в ПФУ еще, потому что это не так далеко от дома моего, я могу все равно видеться с друзьями, как-то с родными приезжать домой почаще. Ну и престиж университета... Сыграл в своем регионе. Да, имя его известно как бы на всю страну тоже. И факультет, который я выбрала, был тоже неспроста, там были интересные предметы. И на самом деле я выбирала это направление, потому что мы очень часто в разъездах спортсмены. И регионы страны, и международные отношения, это то, что вообще меня всегда очень привлекало. То есть если мы выезжали куда-то, я всегда шла в музей, еще какие-то места, которые нужно посетить. Или общалась с людьми, которые были из этих городов. И мне всегда было очень интересно изнавать историю от носителей, грубо говоря, этой истории. Они из книжек, по разговорам, по фотографиям, по старым, ходить по улицам, смотреть что-то. И вот именно это, наверное, послужило таким толчком для выбора тоже этого направления. Ну и в завершении, какие у вас планы, как спортивные, так и вообще на жизнь? Планы пока сдать голосы на самом деле. Да, закрыть сессию, сдать голосы, защитить диплом. И потом дальше спокойно тренироваться в своем ритме летом уже, это так, ближайшие. А на дальнейшие я пока не загадываю. Но планирую остаться в Казани, если получится. Если нет, будем решать. Все равно останусь. Да. Большое вам спасибо, еще раз поздравляем вас с наградой. Спасибо. Нейросеть создала образы студентов КФУ. Иллюстрации размещены в аккаунтах вузов в социальных сетях. На картинах представлены обучающиеся всех институтов. Идея принадлежит Департаменту по информационной политике Казанского университета. Реализовали ее студенты-волонтеры. Идея понравилась многим подписчикам. В комментариях много отзывов. Одни, в частности, видят сходство героев с Гарри Поттером. Другие комментаторы уверяют, что если такой искусственный интеллект захватит мир, они будут даже не против. Кстати, история студента РГГУ, написавшего диплом с помощью нейросети и получившего резонанс в научном и университетских сообществах, пришла к положительному завершению. Александр Жадан получил диплом. Так что нейросеть прочно вошла в нашу жизнь. Что же стало обсуждаемым на этой неделе, расскажет мой коллега-соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Пока иные только пришли в себя и приняли тот факт, что нейросети могут быть существенным подспорьем в написании разного рода трудов, сама история нейросетевого захвата нашего завтра вышла на новый уровень. На неделе компания OpenAA показала четвертую версию своего нейросетевого ассистента ChatGPT4. И она снова всколыхнула умы и подняла непростые вопросы. Для начала давайте разберемся, что там нового. ChatGPT4 теперь лучше держит контекст, понимает более свежие источники информации и, главное, старается меньше галлюцинировать. То есть ее размышления все еще скатываются в бессвязный бред, но теперь не сразу, а все-таки через десяток другой абзацев. Однако круче всего разработчики допилили интеграцию с изображениями. Теперь нейросеть может посмотреть на картинку и, к примеру, описать вам, в чем юмор мема. Или по фотке внутренности холодильника предложить вам рецепты из оказавшихся там ингредиентов. Отныне больше не будет поводов, открывая холодильник, паниковать, мол, совсем нет ничего для готовки. Нейросеть предложит вам достаточное меню из того, что есть. Можно сделать расшифровку или выжимку по фотографии документа. Причем это не теоретические рассуждения. Прямо сейчас та же компания Microsoft уже встраивает в чат GPT свой знакомый каждому офисный пакет. Нейросети смогут делать автоматические презентации по пресс-релизам, делать выжимки из текстов и таблиц, проводить анализ на основе тонн Excel-мусора. В теории это упростит жизнь всем, в том числе занятым в образовании и науке. Многие судорожно вспоминают, сколько шелухи механически приходится отсеивать для исследования того же скопуса. Это может уйти в небытие. Причем это механическая, а не творческая работа. То же касается бухгалтерии, журналистики, работы с контентом разного уровня и качества и из разных сфер. Тут уже раздаются, впрочем, горячие голоса, которые утверждают, что нейросети убьют целые профессии. Но позвольте, мы немного поигрались в чат GPT-4 и скажем вот что. Нейросеть часто врет, не умеет фактчекинг, выдумывает факты и источники на лету и все еще плохо держит контекст на длинном отрезке. Правда, среднестатистический читатель новостей в интернете едва ли ее лучше. Роль человека возрастает. Только опытный журналист, бухгалтер или ученый сможет полагаться на себя и найти ошибку в работе алгоритмов. Для того он и сидит на своей должности. Просто теперь аналог инженерного калькулятора появится и у гуманитарных, и иных смежных профессий. Так ли это плохо? Да и скажем прямо, искусственный интеллект не сможет вести двойную бухгалтерию, не обходить санкции. Искусственный интеллект не сможет собрать комментарии и сделать выводы на их основе. Искусственный интеллект не решит за вас, какой вопрос задать в научном исследовании. Потому что чаще в науке вопрос куда важнее ответа. Бухгалтерия тут вообще прекрасный пример. Потому что условные тети Зини пророчили безработицу еще в эпоху создания ЭВМ. А на деле так вышло, что даже сегодня хороший настоящий бухгалтер все еще на вес золота. В случае с тем же холодильником нейросеть напишет вам тьму рецептов из минимума продуктов. Но готовить придется домохозяйке. И вкус блюда будет зависеть не от нейросети, а от таланта конкретного человека у плиты. Что действительно умрет, так это унизительные практики во многих профессиях. В прошлое уйдут низкооплачиваемые ассистенты, диктофоны на ножках, рабы обработки пресс-релизов и прочие псевдопрофессии, которые обычно сваливают на юных студентов-практикантов. Теперь в каждой профессии придется заниматься непосредственно работой по квалификации, а не имитацией бурной деятельности. И искусственный интеллект приближает именно это. Он же поможет в профессиях людям, людям, повторяю, людям творить чудеса. Такие дела. Всего вам доброго. Самая известная жительница Казани встречает гостей столицы Татарстана уже более 55 лет. Речь об известной мозаике девушки на фасаде здания железнодорожного вокзала. Образ колоритной татарской красавицы стал визитной карточкой республики и города. Один из авторов этого панно Виктор Кронидович Федоров, народный художник ТАССР, монументалист, работающий в технике с танковой живописи. Его работы украшали фасадой стены многих зданий в республике. Из 16 его работ сохранились до наших дней лишь 10. Среди них мозаики в гостинице «Татарстан» на фасаде пожарной части Кировского района, витраж в бывшем ДК строителей, ныне культурный центр «Сайдаш». Казанский университет тоже обладатель необычного витража авторства Федорова. Произведение «Студенты» появилось в главном здании вуза в 1977 году. Но не только эти работы хранятся в КФУ. Какие еще, расскажет Амир Ахтямов. Визитная карточка города. Так сегодня говорят о панно в технике с графита площадью 300 квадратных метров. Один из его авторов – народный художник ТАССР Виктор Федоров. Художник-монументалист из плеяды пионеров. Блестящий живописец и график появился на свет в Казани. Дух родного города подпитывал его творчество всю жизнь. По своей профессиональной генеалогии Виктор Федоров – внук знаменитого представителя Казанской художественной школы Николая Фешина. В Казанском художественном училище его педагогами были прямые ученики-мастеры. Некоторые произведения поэзии и прозы Виктора Федорова хранит научная библиотека Николая Лобачевского. У нас в руках два сборника стихов – это «Птицы памяти» и «Осенние костры». Стоит отметить, что оба эти произведения были выпущены в Казани в 2002 году. Художник Виктор Федоров писал стихи, иногда публикуя их в периодической печати. Важно, что автор подготовил к изданию серию иллюстраций к своим стихам. Но издать не успел. Это сделали его близкие – жена и дочери, опубликовав сборники «Птицы памяти» и «Осенние костры». Произведения Виктора Федорова хранятся в художественных исторических литературных музеях Татарстана, Чубаши, Мариэлл, в Театре имени Гляскара Камала и во многих других городах. Станковая живопись – второе призвание художника, создавшего значительные для искусства Татарстана исторические полотна и портреты. Опираясь на традиции русского реалистического искусства, художник соединил широту эпического повествования и глубину психологических характеристик главных героев своих произведений. Одним из самых известных исторических полотен является триптих «Русь колыбельная». Портреты современников стали как бы продолжением исторического мышления автора, художественными свидетельствами времени, в котором он жил. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ, Итоги недели. Быть счастливым просто и сложно. Это можно измерить международным индексом счастья. Он был создан для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира. 20 марта отмечается Международный день счастья. Он введен, чтобы признать важность счастья в жизни каждого человека. Ведь стремление к счастью – это общее чувство для всех людей нашей планеты. Будьте и вы счастливы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова